Я оставил дома дочь, которая когда узнала, куда я еду, сказала, папа, тема космоса, и ты будешь там выступать. Я говорю, да, и перед твоими сверстниками. И она подсказала мне идею этой встречи. Вы имеете много идей, которые вдохновляют нас, взрослых. Она говорит, папа, ты помнишь, как в детстве, когда я была маленькая, мы лежали с тобой на берегу моря в одном южном черноморском городе и смотрели высоко-высоко в небо. Оно было такое глубокое-глубокое, непостижимое. А сегодня это невозможно. Почему же это невозможно? Спросил я ее. Она говорит, потому что сегодня города излучают так много света, что небо блекнет, что мы не видим всей его красоты. Оно поражено излучением ламп и огней городов. И она вдохновила меня на тему. Таким лозунгом, которым девизом могли бы быть слова Канта, которые он сказал несколько столетий тому назад. Две вещи вызывают во мне, чем больше я думаю о них, удивление и благоговение. Это звездное небо над моей головой и нравственный закон внутри меня. Звездное небо, когда мы смотрим в эту глубину и бесконечность, вызывает в нас удивление и благоговение. Кто из вас когда-нибудь смотрел звездное небо? Что вы испытывали при этом? Хотелось смотреть еще и еще? А встречались ли вы с тем, что его затмевают огни большого города? У кого хорошо видно небо из дому? Вот вы выйдете на улицу и у вас видно. Это в каком городе? В Сыфтывкаре. А москвичи есть? На даче. Как далеко дача от Москвы? Сто километров. Сто километров от Москвы. То есть, чтобы увидеть это удивительное творение, звездное небо, нужно уехать сто километров от Москвы, чтобы увидеть звездное небо над нашей головой. Это то, что вызывало у людей изумление и восхищение на протяжении многих столетий, пока не произошел переворот в мировоззрении людей, пока в VI веке до нашей эры не появился человек по имени Сократ, который сказал, что главное, что человек должен сделать в своей жизни, это познать самого себя. Познай самого себя. Это лозунг, который Сократ оставил нам на многие столетия. И философы многих поколений и многих стран рассуждали о том, что есть сам человек. Они, заглянув, переведя взор со звездного неба внутрь себя, обнаружили, что человек — это космос, что внутри нас существует множество чувств и переживаний, что человеческая душа так же бездонна, как звездное небо над нами, что люди способны к невероятным вещам, что люди стремятся к познанию и готовы жертвовать многим ради этого познания, что люди способны любить друг друга и отдавать жизнь друг за другом, что внутри каждого из нас есть космос. Ведь космос, как было сказано, — это нечто упорядоченное и гармоничное. Весь мир устроен гармонично, упорядоченно и удивительно. И на протяжении многих столетий эти люди, которые открыли красоту человеческой жизни, всматривались внутрь человека и предметом своего изучения сделали человека. Но пройдет много столетий от Сократа, пока не наступит новая эпоха. Эпоха, которую мы называли просвещением. Эпоха, которая очень много значит для нас, для развития науки. Именно в этот момент начинают развиваться естественные науки. Именно в этот момент получает развитие и физика, в частности, которой сегодня мы вот так много слышим. И фокус зрения человечества переносится снова в звездное небо. Оно становится предметом интереса людей. И люди пытаются постичь границы этого мира. А ним начинается эпоха географических открытий. Люди устремляются, открывают новые континенты. Люди начинают задумываться над тем, а что же находится за пределами этого видимого мира. Мы поверили во всемогущество разума, в то, что это то, что может нас спасти и дать ответы на все вопросы. И человек устремлялся все дальше и дальше. Человек преодолел космос. Дальше мы думаем о том, как мы еще дальше сможем улететь в этом космосе. Мы мечтаем о том, чтобы осваивать Марс. Мы думаем о том, что космические корабли будут отправлены в межкосмическое открытое пространство. Но где конец этого мира? Эти возможности не снимают главного вопроса. Ведь мы все равно многого не знаем об этом мире. И, наверное, никогда не узнаем. Сократ, которого мы здесь вспоминали, и который призвал всех нас познать самого себя, он говорил, чем больше человек знает, тем больше он знает, что он ничего не знает. И мы можем устремляться как можно более дальше от нашей родной земли, но мы всегда будем оставаться в пределах нашего мира, мира времени и пространства. Как бы далеко мы не улетели, как бы мы глубоко не проникли во Вселенную, мы останемся в рамках этого космоса, который ограничен временем и пространством. На этой картинке, которая, может быть, сегодня у многих из нас вызывает улыбку, мы видим человека, который достиг края Земли и увидел, что же находится за ним. Он — это астроном, который проник за завесу, которая для многих является завесой, отделяющей этот мир от другого. И что он увидел? Что там другие миры? И так будет без конца. Но как бы мы далеко не проникали в космос, мы должны помнить о том, что космос находится внутри нас, что существуют вопросы, на которые мы никогда не ответим. Ведь мы говорим о том, что существует теория Великого Взрыва, как гипотеза. Но мы не знаем, что было до этого, что было в моменте Т0 и никогда не узнаем. Мы слышали сегодня о комичных прогнозах конца мира, но мы знаем, что существуют серьёзные гипотезы, которые говорят о том, что, быть может, как существовал Великий Взрыв, в какой-то момент Вселенная свернётся. Быть может. Мы не знаем. Мы не знаем, как это будет. Перед нами остаются загадки, которые вызывают у нас удивление и благоговение. И как бы далеко человек не проникал вглубь космоса, он всё равно везде понесёт самого себя. И очень важно в нашем мире, сегодня это звучало, помнить о том, что космос, который прежде всего нам дан, это наш внутренний мир. Космос — это мы с вами. Что прежде чем мы решим изменять Вселенную, нам необходимо разобраться с самим собой. Когда-то один мой приятель, очень известный художник, пошутил таким образом. Он говорит, людям гораздо проще изменять мир, чем бросить курить. Нам гораздо проще думать о том, как мы проникнем сквозь просторы Вселенной, чем обратить внимание на тех, кто живёт в нужде и немощи рядом с нами, тех, кто нуждается в нашей любви и в нашем внимании. Как это звёздное небо затмилось огнями больших городов, наше нравственное чувство, наш космос, здорованный нам внутри нас, он тоже угасает и заглушается. Как бы далеко человек не проникал в просторы Вселенной, он везде будет нести самого себя. Он никуда не может деться от самого себя. И если он не обустроит дом своей души, он принесёт хаос в весь космос. Древние сравнивали человека с микрокосмосом. Они говорили, что человек — это микрокосмос. И сегодня мы действительно знаем, что человек — удивительное существо. Они этого раньше не знали. Мы можем говорить о том, что капилляры наших сосудов, если мы их вытянем в длину, могут обвить весь земной шар. по экватору, где это вмещается в нас. Что энергия, которую выделяет каждый из нас в течение дня, может вскипятить 33 литра воды. Мы можем приводить много таких фактов, но не это самое главное. Не это самое главное. Человек — космос, в котором тайное и явное, материальное и духовное соприкоснулись. И потому человек остаётся загадкой. Те, кого мы любим, те, кого мы ценим, те, кем мы восхищаемся, они загадка для нас. Именно потому, что они до конца непознаваемы. Именно потому, что они — космос. И в этом красота нашей жизни. В этом тайна нашей жизни, тайна любви, тайна нашего служения, в том числе и науки, в том числе и таким невероятным, как казалось некогда, смелым идеям покорения космоса. Ведь наш мир, мы говорили сегодня о мифологии, а мифология — это то, что делает нашу мысль о мире более широкой и более смелой. Очень прекрасно показывает на древних образах, картинах, то, как устроен мир. Мир, как некое замкнутое пространство, но всегда останется то, что находится вне времени и пространства. Мы не знаем, как это назвать. Мы не сможем этого постичь, потому что мы заключены в оковы времени и пространства, но мы предчувствуем, что это есть, потому что смысл существования мира и смысл существования человека находятся за его пределами. Это то, к чему мы стремимся, то, что философия, древнейшая из наук, называет трансценденцией. Как бы далеко мы не проникали, останется что-то, что всегда непознаваемо. Но чтобы его постичь, не надо лететь далеко, оно всегда находится в нас. Завершая свое выступление, я хочу начать теми словами, вернуться к тем словам, которыми начинал нашу встречу. Две вещи вызывают во мне, чем больше я о них думаю, удивление и благоговение. Удивление и благоговение. Звездное небо над моей головой и нравственный закон внутри меня. Я призываю вас к тому, чтобы эти ценности, чтобы эти качества, умение удивляться и благоговеть перед мирозданием никогда не покидали вас. Потому что именно эти качества, возможность удивляться, по-детски удивляться и благоговеть перед тайной космоса и жизни позволили сделать те величайшие открытия тем основателям космической науки, которых мы сегодня и чествуем, и говорить о том, о чем говорим мы. И если мы хотим, чтобы это продолжалось и наши мечты, которые сегодня озвучены, ваши мечты, которые озвучены, были сегодня, осуществились, всегда помните и храните в себе, лелейте в себе эти качества, умение удивляться и благоговеть перед мирозданием и жизнью. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok